Добрый вечер! Вы смотрите НТС. Это программа «Реальная экономика» и я ее ведущая, Салтнат Кудайбердеева. Сегодня в выпуске новости макроэкономики, прогнозы, тренды, рейтинги и недельный обзор финансовых рынков. Государственные финансы поют романсы. Непреодолимый дефицит бюджета уже несколько недель подряд вызывает жаркие баталии. Правительство в очередной раз в поисках дополнительных резервов для увеличения доходной части, считая главным своим недостатком неэффективные проверки, слабое администрирование и снижение налоговой нагрузки. А эксперты уверяют, проблема только в непродуманной политике предоставления налоговых льгот. Из-за действующих экономических преференций, по словам специалистов, казна ежегодно теряет более 20 миллиардов сомов. А разница между доходами и расходами, напомним, по заявлениям самих чиновников, до конца года достигнет 22 миллиардов сомов, что составит почти 5% по отношению к ВВП. В продолжении темы рубрика «Цифры недели». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова В этом году Кыргызстан потерял 9 позиций в рейтинге глобальной конкурентоспособности, заняв 111 место из 138. Одним из показателей этого индекса является размер налогов. Чем он выше, тем ниже конкурентоспособность экономики. По результатам исследования Всемирного банка, который и составляет этот международный рейтинг, наша страна стала быть далеко не налоговый рай. И те послабления, действующие в Кыргызстане, нужно рассматривать как необходимость развития отдельных сфер деятельности в сложных экономических условиях. Но тогда почему доходы бюджета не растут, а отмена некоторых видов налогов никак не отражается на карманах простых потребителей? Мы постараемся разобраться в хитросплетениях и во всех тонкостях принятых реформ, но после небольшого анализа экономического потенциала отличившихся стран. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тема сегодняшней беседы – налоговые льготы. Это возможность выжить в сложных экономических условиях или возможность набить свои кошельки. Поговорим мы на эту тему с приглашенными экспертами. Сегодня у нас в гостях председатель Палаты налоговых консультантов Кыргызстана Татьяна Ким и предприниматель Уранья Залиев. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы, конечно, хотели здесь видеть представителей официальных органов, но у них, к сожалению, не нашлось времени, чтобы принять участие в нашей программе. Татьяна Михайловна, уже несколько дней подряд чиновники говорят о том, что на снижение гостоходов прежде всего повлияло введение налоговых льгот для бизнеса. Мы знаем, что с 1 января был отменен налог с продаж и до 2018 года правительство освободило также импортеров зерна от НДС. Выпадение, по предварительным данным, сейчас оценивается в несколько миллиардов сомов. Что любопытно, и простые потребители особых изменений в стоимости тех или иных товаров не почувствовали. Казалось бы, если не государство, то хотя бы простые граждане должны были выиграть от введения экономических преференций. Тогда для чего нужны налоговые льготы, если они не приносят пользы ни государству, ни простым гражданам? Как вы считаете? Ну, вы очень интересный вопрос подняли, Салтанат. У нас с бюджетом большие сегодня проблемы, но тут вопрос не столько и не сколько в льготах, в данном случае, а с тем, что мы пока не можем контролировать наши границы с ЕС. И, к сожалению, очень много проходит товара незарегистрированного, очень много случаев, когда, к сожалению, ряд недобросовестных плательщиков записывают товар на чужое ИНН. И вот это вот мошенничество, оно сегодня приобретает такие масштабы значительные, вот это проблема, конечно. Значит, одной рукой мы предоставляем льготы, так вот совершенно не думая, да, а другой рукой мы пытаемся вот наоборот запретить. Нет выверенной экономической политики. Все прекрасно знаем, произошла идеальность и в России, и в Казахстане, да, причем наши ближайшие соседи, с которыми наши границы как бы сегодня открыты, ихний поток к нам пошел, а вот мы именно, допустим, курс СОМАСК с ТНГ, с рублем, мы его не выровняли, да, поэтому получилось так, что оттуда товар идет, им это выгодно, получается, завозить сюда, они отсюда деньги бы возят, а мы туда завезти не можем, нам это невыгодно. Тот же сегодня МЯСО, говорим, да, одна из причин, почему она не идет, потому что на внутреннем рынке она стоит дороже, чем туда везти. Вот в чем вся причина. А в принципе, если говорить о льготах, да, у нас льгот на сегодняшний день предоставляется в оценке по цифрам 2014 года порядка более 20 миллиардов. Более 20 миллиардов, это делали мы специальный расчет, если, допустим, переложить на масштаб сегодняшнего бюджета, то эта цифра, наверное, 22-23 миллиарда составит наверняка. Урана, ну, если брать те льготы, которые сейчас действуют в Кыргызстане, ну, и речь идет о упрощении процедуры регистрации, о сокращении количества госуслуг, количества лицензий и разрешений в несколько раз, да, то после введения всех этих преференций бизнес смог почувствовать себя конкурентоспособным на рынке и привлекательным для инвестиций. Когда мы говорим о каких-то льготах, о каких-то упрощениях, да, конечно, эти упрощения, может быть, облегчают жизнь, да, в целом. Но, как бы сказать, что сегодня там без каких-то льгот можно там двинуть экономику куда-то, да, все равно есть какие-то сектора, допустим, сельское хозяйство, оно будет все равно и, во-первых, дотационным, во-вторых, все равно какие-то льготы всегда должны быть, потому что у нас основное население занято в сельском хозяйстве. Поэтому, когда мы об этом думаем, льготы же они не только стимулируют там производство, они стимулируют там создание рабочих мест, они стимулируют приток инвестиций в этот сектор, да, поэтому тут надо вопрос, как бы, смотреть секторально, что мы хотим, да, что мы хотим поддержать и что мы хотим получить в результате, да. И когда вот этот вопрос стоит, когда мы говорим об этих цифрах, да, 20-23 миллиарда, да, это очень огромная сумма. Для сравнения, в Европе примерно льгота составляет 1% ВВП, да. Другое сравнение, в Украине это составляет 4% ВВП, да. У нас получается примерно чуть ли не 20% получается, да. Нет, это к доходам, если к доходам, то порядка 20%, да. А если к ВВП, у нас ВВП там за 400 миллиардов, ну это получается процентов 5. Ну, примерно вот такая цифра получается, поэтому, по сути, как бы, это не самое большое, как бы, да, как бы, ну, в процентном соотношении, не самые большие, как бы, деньги, да. Вопрос другой. Обычно эти льготы даются на какое-то определенное время, ну и желательно, чтобы это было не слишком долгое время, от 3 до 5 лет должно быть примерно, да, это вот в мире такой стандартный к этому отношению. У нас, допустим, в этом отношении тоже есть проблема. Мы, допустим, например, приведу в 2012-2013 году решили поддержать местных производителей, да. Сперва дали эти льготы. Вы имеете в виду отмен НДС, да? Да, 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 да. И НДС и налог на прибыль, да. А потом получилось так, что через 2 года сказали, ой, извините, мы, оказывается, там что-то неправильно сделали. И вы представьте, предприниматели заставили заплатить бюджет этот НДС. Тогда говорят, зачем такие льготы нужны? Вопрос, если о льготах идет. Сейчас опять то же самое, вот по пшенице, да, только льготы дали, еще года не прошло, уже начинают анализировать. Сперва, если мы даем срок, этот срок выждать. Потом по этим срокам надо посмотреть эффективность и решить, эффективно у нас следует это делать или это не следует делать. Или изначально хороший анализ провести и сказать, нам это надо, мы вот это будем делать. Вот они сегодня говорят, у нас вот выпадение только вот, как бы, цифрами оперирует. Но никто из них не принес анализ и не сказал. Вот в этом секторе мы получили вот такой результат, там получилось там, ну, наиболее там эффективно, да, а тут получилось менее эффективно. Вы об этом слышали? Я лично не слышал. Поэтому у нас нет анализа. Да, говорим, мы их какие-то льготы предоставляем, но что с этими льготами? Как они отразились на экономике? У нас этих цифр нет. В недрах Министерства экономики сегодня уже задача была поставлена еще годом ранее, разработана методика оценки эффективности льгот. И в новой редакции налогового кодекса, над которой вот сейчас работает группа экспертов, там уже введено такое правило, чтобы без проведения вот этой методики и без соответствия предоставляемых льгот критериям, чтобы они не предоставлялись. Это первое. И второе, что в течение всех лет предоставления льгот шел анализ ежегодный вот этого сектора. К сожалению, сегодня мы и вчера этого не делали, поэтому мы не можем сказать, ну на самом деле льготы принесли нам что-нибудь или не принесли, потому что вот так вот с точки зрения обывателя, как вы говорите, цены не упали, да, общество тоже ничего не чувствует, и действительно толчка к развитию экономики нет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Какая причина неэффективности использования экономических преференций? Ну, вы знаете, мне трудно вот как специалисту назвать налоговую систему, которая была бы более либеральной, чем вот в Кыргызстане. И, ну, немалую лепту сюда вложили, и мы как эксперты налоговые, и бизнес наш, который требует бесконечных льгот, да. У нас лучшие, наверное, условия налогоблажения, но, наверное, только в офшорных зонах уже, ниже-то опускаться некуда. В принципе, принципиально налоговые льготы, они должны предоставляться только вот каким-то секторам, которые социально изначально уязвимы. А когда мы, допустим, вот тех же переработчиков освободили, у меня далеко нет уверенности, что это сделано верно. Любая льгота одной отрасли, одному сектору, кроме точечных, вот, которые я назвала, да, в каком направлении, является дискриминацией для других всех отраслей, для других участников рынка, потому что правильно они рождают недобросовестную конкуренцию. В результате этой недобросовестной конкуренции часть бизнеса вынуждена просто, вынуждена уходить в тень, иначе они на этом рынке просто умрут экономически. Те же патенты, это же тоже, по сути, льготы, по большому счету. Поэтому, допустим, нельзя говорить, что, допустим, Татьяна Михайловна работает с НДС, да, я работаю по патенту, как мы можем конкурировать? Опять же, мы создаем неконкурентную среду, мы не можем конкурировать. Но от этого сейчас, это для нас, сейчас большой бич для нашей экономики, по сути. Но мы решили, что там до 19-го года мы потерпим, а в 19-м все патенты отменим, все перейдут на нормальное налогообложение. Каким образом можно будет выровнять вот эту нагрузку между отдельными отраслями экономики? Выравнивая налоговое бремени, это, пожалуй, самый важный вопрос для нашей налоговой системы. И пока мы это не сделаем, наверное, будет очень тяжело вообще надеяться на рост экономики. Допустим, у нас сегодня от подоходного налога освобождены работники правоохранительных органов и военно обязаны. Этого нет ни в одной стране ЕС. Есть еще у нас целый ряд сфер, режимов. Это и свободные экономические зоны, и, допустим, парк высоких технологий, где мы, может быть, тоже немножечко перебираем, что ли, переходим в разумную планку. И когда мы представляем льготы от всех и от вся. Во всем мире СЭС существует. Но там нет стопроцентных льгот по всем налогам. И никогда не было. У нас очень многие налоговые решения принимаются по политическим мотивам. Исходя из корпоративного или группового эгоизма. Беда еще в чем, понимаете, мы, честно говоря, свою экономику сами все плохо знаем. Мы ее плохо анализируем, мы ее плохо читаем, мы как бы запаздываем в некоторых случаях. Понимаете, вот был случай, когда там, опять же, преференции, по-моему, мукомолом давали, да? Должны были дать осенью, пока принимали был март, а ему уже потом он уже не нужен был, да? Вот эти по три сомы там за килограмм и так далее. Понимаете, вот такие абсурд бывают иногда. Вот поэтому, я думаю, иногда экономику у нас тоже, как живой организм, надо каждодневно следить. Если есть какие-то быстрые, быстрые оперативно принимать решения. И должно быть, правительство должно быть гибким в этом отношении. А то мы запаздываем. Пока мы принимаем решение, все, поезд ушел, он уже не нужен. Буквально недавно стало известно, что о введении новых льгот теперь просят застройщики. Если вы в курсе, речь идет о снижении стоимости на подключении к инженерным сетям. Вот в этом случае строительная компания Бишкека якобы обещает снизить стоимость квадратного метра до 300 долларов. Насколько реально, если вдруг будет такое решение принято, да? Квартиры действительно станут доступными? Или опять же это будет льгота, которая не будет иметь никакого эффекта? Цифры очень странные, вот называются. Сегодня, допустим, квадратный метр стоит 450-600 долларов, а завтра плату за подключение уберут к электроэнергии. Оно будет 300. Но такого быть не может никогда. И вот поэтому нужна оценка. Как правило, вы знаете, когда вот кто-то, какая-то группа просит льгот, да? И когда мы пересчитываем предоставление льгот на единицу продукции, вы знаете, настолько незначительно. Оно выражается там 20-30 ин, ну пусть, допустим, здесь будет 1 доллар на квадратный метр, но никак не может быть скидка по 200 долларов, допустим. Вернее, снижение цены, там 200-300 долларов за квадратный метр, но это утопия, понимаете? Опять вот эти цифры, которые называются публично, они вот эту мысль, то, что мы высказывали, она ее хорошо иллюстрирует. Что высказываются популистские вещи, да? Никто, никем и никогда не проверяются, не идет пересчет и льготы опять принимаются из соображений, вот какое лобби, допустим, переселит в каждой конкретной ситуации, кто какие политические силы подключит, а не на основе экономики, не на основе анализа. В следующем году, по прогнозам экспертов, экономическая ситуация будет очень сложной, поскольку кризис усилится и произойдет он уже на уровне компаний, оборот которых возможно сократится в несколько раз, а это, в свою очередь, приведет к сокращению рабочих мест и, соответственно, сокращению налоговых поступлений. Какое решение подойдет для нашей страны, держать дефицит бюджета на одном уровне, сократив госрасходы, как это предлагает правительство, или вообще прекратить практику налоговых поступлений, как это предлагает Международный валютный фонд? Вы знаете, вот отменить льгот, те, которые уже сегодня есть, вообще это очень сложно. А, наверное, правительству надо придерживаться более такой вот, ну, взвешенной какой-то позиции, хотя бы не предоставлять новых льгот. Это уже был бы большой плюс, да? А вот что касается бюджета, да, бюджет должен быть, все-таки пытаться его сделать сбалансированным. И я, например, согласна данном случае с правительством, что надо повысить эффективность работы, в первую очередь, государственных органов, разобраться с социальным обеспечением. У нас сегодня из бюджета чуть ли не 20 миллиардов уходит на эти цели, при том, что у нас ставка социальных отчислений очень высокая. Если налоги у нас очень низкие, то ставка социальных отчислений очень высокая. И они мало того, что тратят деньги, которые собирают, еще и из бюджета чуть ли не 20 миллиардов забирают. Именно социальную нагрузку сегодня не несет бизнес. Сейчас социальную нагрузку несет весь чиновничий аппарат. Очень большую нагрузку несет. Вот поэтому денег не хватает, вы поменьше его сделаете, может, оттуда то, что сэкономите, будет и хватать. Это первая часть. Вторая часть. Мы неэффективно очень используем свой бюджет. Недавно цифра была, 4 миллиарда. Это же очень большая цифра. Надо повысить ответственность тоже этих госчинов, которые это неэффективно используют. Почему можно так разбазаривать народное добро и нести за это ответственность. Вот эту часть, понимаете, тут везде надо по чуть-чуть взять, по чуть-чуть собрать все. Я думаю, в принципе, можно собрать бюджет, которым можно пройти вот эти кризисные явления, я думаю. Ну, как в дальнейшем, да, повлияют на жизнь простых кыргызстанцев, принимаемые правительством меры, покажет время. Вам спасибо за участие в нашей программе. А я напоминаю, у нас сегодня в гостях были председатель Палаты налоговых консультантов Кыргызстана Татьяна Ким и предприниматель Уран Язалиев. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Спасибо. Далее наш выпуск продолжает рубрика «Рейтинг кампаний». Рейтинг кампаний. Рейтинг кампаний. Реский рост капитализации и резкое повышение индекса биржи. Все это, по прогнозам участников рынка, произойдет сразу после проведения самой крупной за последние 7 лет сделки. Через Кыргызскую фондовую биржу планируется передать акции всех энергокомпаний, принадлежащих государству, национальному энергетическому холдингу. На фоне такой перспективы появился спрос на бумаги этих предприятий, и акции, хоть и незначительно, но тем не менее вышли в плюс. Биржевая статистика и небольшой финансовый ликбез далее в нашей программе. На прошедшей неделе на площадке КФБ было зарегистрировано 34 сделки с ценными бумагами 15 компаний. Общий объем торгов превысил 124 млн сомов, а общий объем торгов с листинговыми ценными бумагами составил 4 с лишним миллиона сомов. Положительную динамику дает рост объема размещения жилищных сертификатов на первичном рынке. Учитывая накопленный доход, идет увеличение стоимости самих бумаг. Более 43 тысячи сомов за один экземпляр. Это почти на 100 сомов больше, чем за предыдущий период. Что такое накопленный доход? Я постараюсь объяснить. Каждый жилищный сертификат имеет процентную ставку доходности. То есть это та сумма, которую вы ежеквартально накапливаете на первоначальные инвестиции. На этом графике мы видим, если рассчитывать на 60 квадратных метров квартиру, мы видим, что через жилищный сертификат за 7 лет вы накапливаете больше 5,5 млн сомов. А если семья берет в ипотеку через банк, во-первых, себестоимость она будет, рыночная цена, и вы в течение 7 лет должны будете заплатить более 4 млн сомов. То есть это долг у вас возникает. Если есть у семьи 100 тысяч сомов, то есть мы видим 100 тысяч сомов, через жилищные сертификаты вы можете приумножить на более 200 тысяч сом в течение 7 лет. На сегодняшний день в среднем существует средняя процентная ставка 13% на жилищные сертификаты. Чем интересен этот инструмент? Тем, что вы за этот квадратный метр берете, во-первых, ниже себестоимости рыночной цены за квадратный метр. И, во-вторых, вы можете накапливать на квартиру в течение всего срока эмиссии этой цены бумаги. На вторичном рынке операции в небольших объемах совершены с бумагами стратегических компаний, таких как Бишкек Теплосеть, СеверЭлектро, Электрические станции, Национальная электрическая сеть Кыргызстана, Кыргызнефтегаз, Кыргызтелеком и Международный аэропорт Манас. В результате торгов акса аэропорта Манас ушли в минус. Стоимость одной бумаги снизилась с 75 до 70. Ну, во-первых, мы должны обратить внимание на объем сделок. То есть мы видим, что это небольшой объем. Нужно рассматривать как частная сделка, происходящая между физическими лицами. И эта сделка обусловлена теми договоренностями, которая прошла между участниками. Почему мы видим такой большой объем сделок ближе к общему собранию? Потому что были выплаты дивидендов. И если смотреть международный опыт выплаты дивидендов по относительной стоимости цены в Манасе, мы наблюдаем, что в этом году в районе 20-25% от стоимости, рыночной стоимости выплачены дивиденды. Это очень хорошие показатели. Мы думаем, что аэропорт Манас может и нужно будет выходить даже на международный рынок фондовый, потому что у них очень хорошая, позитивная история за большой промежуток поедения. В преддверии передачи пакетов акций энергокомпаний национальной энергетической холдинговой компании наблюдается перспектива роста цен на бумаге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Это была программа «Реальная экономика». Увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова